Так что, ну что, это интересно. Пока отрыв у Медярова очень-очень большой, и у нас, кстати, это разменный Грюнфель, да? Коня на Е5 не ставит. Конь Е4 тоже не ходит. Е6, да. Ну, Ф4, да. Тут можно и побить на Ц6, по-моему, в данной ситуации. В спортивной ситуации, ты имеешь в виду? Нет, и в дебютный, или вот так, слон Ф4, да. Ну, не знаю, по-моему, слон Ф4 не доставляет черным. А играли, по-моему, так, мне кажется. Ну, в такой позиции можно играть, особенно белыми, как угодно, но не знаю. Не, ну, черных нормально, Ц5, вот Ц5 сейчас нельзя, Конь Е5 вроде ничего не дает. Ну, вот Е8 предпочитает Ян. Ну, такой блицорский ход. Он делает вид, что хочет порваться в центре, на самом деле после слона А6 хочет слона спрятать на Аш8. Блицорский ход он такой делает, вот Е8 выжидательный. Ну, а белые собираются, Конь А4 как-то с пешкой Ц6 чуть-чуть поработать. Ну, да, вот это не считается, что есть проблема при случае. Вот Е5, ДЕ. Ну, Ян, Янам движет желание осложнить игру, но вот Конь на Ц4 не попал. Ну, да, а структура-то получше, конечно, у белых. Пешка Ц6 слабенькая, поле Ц5 тоже слабоватая по линии Е, контр-игры. В общем, дебют в пользу белых, можно сказать так, Ферзь А5, может быть, Конь Бет Д5, Ферзь Бет Д2, тогда. Может быть, Ферзь А5 все-таки пойти надо. Может быть, тогда Е4 как-то порвать центр? Ну, Е4, нет, он ходит по-другому, Слон Ж4 тоже ходит. Вот теперь пешка с Е2 не двигается. Ну, А4 можно пойти просто. А что, и Слон Е6? Ну, просто ставит эту пешку. И Конь А4, Слон Ф5. Тоже, наверное, Конь А4, я думаю. Нет, ЛДД-1 он ходит сначала. Е1. Играет нарочито солидно. Да, Е1 это такой ход плотный. Ну, что, Ферзь С8, Ферзь А6, куда-то надо Ферзя убирать из центра. Ну, или по-прежнему Ферзь А5 заслуживает некоторого внимания, если там не зеваем ничего. Конь Д5 вроде не зевается. А Ферзь А5, Конь А4 на Ферзь А5, правда. Да, вот Януке не хочется Ферзей менять, это совершенно очевидно. Ничего не дает Ферзь А5, да. Поэтому Ферзь С8, Ферзь А6, да, имеет... Вообще похуже у черных. Черных надо что-то придумывать. У белых игра простая. Ферзь Д7, да. Король А2. Ну, он напал на пешку, да? Напал, защитил. И, видимо, Лазью сейчас подведет просто. И Конь А4 все-таки. Пора уже, по-моему. Ну, можно Слон-Ж5 еще там немножко поманкировать. Слон-Ж5, Слон-На Ф6, Слон-А6. Ну, вот планы за черных не видно. С планом тут... Планов тут не громадье явно. Ну, по центру контр-игра, но ее вроде не видно особо как. Я бы черными выводил Ферзя на ферзевый фланг, чтобы он там где-то в районе поля А5, А6, Б5 где-то работал. Но, правда, назвать эту работу эффективно не сложно. Почему Шахрияр не играет Конь А4 все-таки? Самый простой... У него мысль о ходе Е4, ясно. Вот ему хочется, может быть, центр подзарвать. Но черным может казаться Конь А3. Нет, я просто проникаю в глубину его подсознания и ищу причину его будущей ошибки. Это оригинально, да. Но Конь А4, неужели? Вау, бьет. Ой-ой-ой-ой. Неужели Шахрияр решил просто сделать нещу? Вообще, в такой позиции разменять такого слона, это надо быть, опять-таки, очень нестандартным шахматистом. Я думаю, Ян приятно удивился этому ходу. Ну что, Е4 сейчас последует, действительно. Если у него есть время удивляться вообще. Да? Вот видишь, я проник в это подсознание. И ладья А5. Опа-опа. И принимайте. И похоже, что Яну удалось обмануть. Нет, ну Шахрияр Яна зателил тут что-то не то. Вот от хода слон Е5 буквально веяло каким-то таким. Конь А4, вот он не пошел, это менял. Посмотрите на Яна сейчас, дорогие друзья. Вот надо шею размять. Сейчас будем биться. Он на нас посмотрел часок так. Да, сейчас вот, если был у него пиджак, он бы его снял. Но нет пиджака. Сейчас он снимет эту жилетку, обнажит бицепс, и начнется борьба уже серьезная. Это правильно, надо хлебнуть сейчас, да. И смотрите, уничтожающий взгляд на соперника. Обманул соперника. Соперник, кстати, вот действительно осознал свою вину, меру, степень, глубину. Да. Так. Ну просто взять на Ж2 и взять на Д5. Уже лишний пешка. Нет, Ладьяш 5-то покруче выглядит. Нет, все, рвать. Рвать и метать. Матовая атака. Ну буквально в два хода проигрывает Мемидиару. Смотрите, просто горе у лидера. Хотя я могу сказать, что были у него в этом турнире позиции похуже. Да, Ладьяш 1 правильно. Ну как-то из последних сил держится. Ну держится пока. То есть черный просто большой перевес. Выграно объективно. Но белые пока, во всяком случае, не сдаются. Да. Сталон на хитрости пускаться, да. Слон бьет С3 заслуживает внимания, кстати. Ну там Ладья С3. А вот, может быть, самый правильный ход С3. Ладья С3 до С2, Ладья А3. Ладья А1 в смысле, как Ферзь А3, Шахи, Ладья Беда Д5. Ну, Ферзь Ладья Д3, там Ферзь в окончании. Слон А6. Тоже хороший ход. Может быть, самый даже лучший. Цепляет, цепляет соперник. Ф4. А вот это ослабление все-таки. Ну, а что делать иначе-то? Не отдавать же качество. Другого нету, да. Но все-таки вызвал ослабление серьезное. Теперь ЦД просто. ЦД. Так. Ну-ка, ну-ка, Слон Ж2. А вот теперь, если на Слон Бьет Ж2, Ладья Бьет А5, нет промежуточка? Структурку разрушить. Не, ну, Слон Ф8 сейчас может пойти, например. Слон Ф8? Слон Ф3 или Конь Д5, да. Конь Д5. Правда, это... А Слон Ф8 сидит и Слон на С5 вывезет, да? Ну да, конечно. Тут осложнения могут оказаться очень интересными, да? Слон Ф8, Конь Д5, ну, Ладья Д5 собью, да. Это лишний материал будет у черных, видимо. Или нет? Там Ладья, что-то нет. Слон Ж7 более скромно. А неужели на Д5 нельзя сейчас бить просто? Нет, да? Слон Бьет Ж2. Нет, Слон Ф6, шаг нет ухода. Слон Ф3, да? Ну, Слон Ж4 напрашивается. Напрашивается. Ладья Бьет А5, Слон Бьет Ф3, нет. Ну, ЖАЖ, пожалуйста. ЖАЖ можно, да. Ой, Ян идет в бой. Вообще, Ян проснулся, вот видно, в таком боевом настроении. Он мне вчера вечером сказал, что завтра я буду набирать столько, сколько сегодня набрал Мамедеров. Ну, так что... Ой-ой-ой, тут какие начинаются осложнения. Ну, не знаю, с другой стороны, кажется... Белых, конечно, потому что было у них безнадежно, а сейчас... Сейчас Д4 и Слон ушел, да? Сейчас, по крайней мере, что-то, все может быть. Да нет, безнадежно все на позиции, конечно. Что-то я не вижу, что... А, Д4, Ладья А4 есть. Ну, тут уже не так все просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут уже не так все просто. Тут белые могут вообще сухими из воды выйти. Слон Ф6 надо играть, похоже. Слон Ф6 надо Ладью на А4 не пускать. Ну, это хоть непростой... Там Ферз Е3, правда, да? И Слон на Ф3 запутался. Вообще, это не то, конечно. Явно не то сделал Ян. Явно не то. Можно было сыграть в пять раз проще. Да, у него было просто выиграно. А сейчас, может быть, и хуже даже позиция. Остра. И по времени он отстает. Илья, ну как Мамедерову это удается? Вот каждый из нас на его месте развалился бы в три хода. Ян не помню, что добил бы. А тут получается, что... И время-то, смотри, время. Мамедеров вроде страдал-страдал, а у него почти две минуты. Слон Ф6. Слон Ф6 он делает. И что на Ферз Е3? Что-то я как-то... Ну, Д4 может. Ну, Д4 взял на Ф3 просто. Ну, в тяжелый Эш полетит. Ну, по крайней мере, шансы на ничего. Фантастика какая-то. Там все-таки шансы на ничего. Там знаешь, там Слон Д4, наверное. Слон Е4 он сыграет. Он не будет там менять. Ну, может быть, Слон Е4, да. Там пешка на Е4 еще жива будет. Но он собьет тогда... Да, там вот просто есть вторжение. Так что на Ферз Е3 Слон Е4 я бы заготовил. Так, Ян, ну, надо собраться. Что-то ты очень как-то романтический... В этой партии все возможно еще. Но угрожает Д4, и тогда, если Слон уйдет по большой диагонали, по белой, тогда у белых снова станет безнадежным. Но вот тут важный момент, похоже. Недаром Шахриар задумался, понимает. Он все понимает. Нет, может быть, все-таки Ферз Е3, Слон Е4, Кон Е4, Де, и Ладья С4 пойти такой ход. Но это тоже... Ладья Д3 продолжили время. Ладья Д3, да. Да, нет, нет, нет. Там будем входить ножом в масло. Да, да, и там ножи хри падают. Да. Не просто тут обоим. Ну, очень интересная динамика. Шахриар продумал минуту уже над ходом. Интересно, да? Просто не видит спасения человека, на самом деле. Вечность продумал уже. Не, ну спасения тут пока все-таки серьезных-то угроз нет. Еще раз повторю, Д4, я не знаю. Д4 Слон ушел и... Ну, это угроза, конечно, но не смертельная. То есть, Ладья Е1. А, он хочет коня на Е4. На Д4 Кон Е4 хотел сыграть. А Ян молниеносно ответил. Да, мгновенно. Ну, здесь Слон на Д4 сейчас войдет. Конь, теперь бьет на Ф3. Взял пешкой. Там пешка проскочит сейчас. Слон Д4. Ой, какая опасная инициатива. Или Ладья Е8. Может, с Ладья Е8 начать, я думаю. Может быть. А есть еще, знаешь, какой ресурс? H5, H4. Порвать короля. Ну, это, не знаю. А вот Ладья Е8 выглядит как... Или Ладья Д8, кстати. Ладья Д8, тогда Ладья Д3 есть. Не знаю, должно быть проигранного белых. Я не вижу, что такая рыхлая позиция держится. Так, Ян, а вот о времени не забывай, пожалуйста. 19 секунд. Тик-так, тик-так. Позиция рыхлая, да. Ферзь. Так, Ферзь Ф5. Он просто хочет провести Ферзя. Это, кстати, ход. Ход-пароход. Король Ф1, ну что, Ферзь Д5, Ферзь. Ну, вот начинаются уже Блицовские штучки. Ладья Д3. Ладья Д3. Нет хода Ферзь Е4, важный момент. Ферзь С5. Ладья Е2. Ну, белые так хорошо давно уже не стояли. Стабилизировались белые. Ферзь H5. Заезд на H1, да? Ладья Е4. Ладья H8 сейчас. Ой-ой-ой, Ладья H8 был ход. Так, пешка на H7, Илья. Не забывай. Не гречись, не гречись. Вот сейчас H5, H4 надо Яну срочно рвать короля. Так, взяли-взяли, Ферзь Е4. Ой, и взял на С4, да? Да, это перевес у черных уже большой. Огромный перевес. Взял на С4 пешку. Большой перевес у черных. И вот сейчас важно H5, H4 срочно заезжать. Ян, вперед, H5. 4 секунды против 10. Ну, или А5 тоже. А, ты имеешь в виду пешку на А7 не отдать, да? Да. Ферзь С6. Ой, а если взять? Вот оно что. Это куда? Это куда? Да, вот тут недосчитано было. Зачем-то он отдал пешку напрасно. Вот непонятно, зачем пешку отдал. Ну, нервная игра... О, время упал. Флаг упал. Итак, первые поражения лидеров.